Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня мы снова отправляемся в мир Схрона. Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные модди, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Друг порывается лезть в пещеру, но я удержал. В носках что ли там бегать? Поднялся наверх, Лена спит. Ну или делает вид. Махнул рукой, и мы с Валерой на цыпочках прокрались в прихожую, взяли одежду, обувь. Когда снял с вешалки сайгу, комрад приподнял бровь. Но я нахмурился и кивнул на его вепрь. Так же бесшумно спустились вниз. Конечно, это тяжело. Комнату здорово качает, словно на корабле в океанский шторм. Труднее всего далась разгрузка. Пару минут барахтался, как в сети. Затем прошли в оружейку, где я под непонимающим взглядом пьяного друга принялся навешивать гранаты. Так, револьвер со мной. Запас патронов. Воспоминания о мерзком крике уже не леденит кровь. Нас будет двое, и мы вооружены. Что бы ни скрывалось в злобной тьме подземных ходов, оно отведает наших пуль. Я подошел к столу и сдернул тент. Удивленный кнул Валера. В свете электрической лампы грозно блеснул гранями пулемет Корт. Настоящая тактическая мощь, дальность полтора-два километра, ленточное питание и патрон 12,7 на 108 миллиметров. У пещерной нечисти просто не будет шансов. Дружище, надо вытащить моего котика. Простонал Валера. Идем быстрей. Набрали оружие, как настоящей войны. Да. Я задернул тент. Это перебор. Пошли. Вернулись к колодцу, я убрал растяжки. Валера начал спускаться, закинув за спину ствол. «Стой!» – воскликнул я. «Ну что еще?» «Фонари не взяли!» Качнувшись, я побежал на склад. Валера неохотно вылез обратно и последовал за мной. Себе я взял мощный галоген, который примотал к сайге. Камраду достался более слабый налобник. «Погнали!» «Пожди, сай!» «Я никуда не пойду без моего друга Сэмчика!» Валера прихватил бутыль самогона и сунул за пазуху. «Пусть и выпил, и в глазах все плывет, но я-то хоть в адеквате, а вот за друганом походу надо присматривать!» Бринча и оружием начали спуск. «Долго еще, Сайм?» Десятый раз спросил Валера. «Не вижу дна!» «Тут глубина тридцать метров. Я осторожно переставлял руки и ноги в распоре. Если твой Фидель не умеет летать, то найдем его рыжую тушку прямо внизу!» «Не говори так!» Звыл Камрад. «Теща меня кастрирует!» «Прости, друг, но мы не в каком-то фантастическом боевике, где случается невозможная дичь. Это, мать твою, гребанная реальность! Все равно верю, что Фиделюшка жив! Кошки умеют падать с большой высоты!» «Блин, не ори так! Надо вести себя как можно тише, я же говорил!» «О, ты слышал?» Спросил через минуту Валера. Я вцепился мертвой хваткой в скобу. Правая рука метнулась к рукояти револьвера. «Что ты слышал? Кажется, он мяукнул!» «Это летучие мыши пищат! Всего лишь мыши!» Спрыгнув с последней ступеньки на дно пещеры, Валера радостно завопил. Мысленно проклиная все на свете, я спустился следом, снял с предохранителя карабин, тревожно осматриваясь. «Он жив! Жив!» «Тихо, блин! Не свети в глаза, с чего ты взял?» «Вот, след смотри!» Глаза друга возбужденно сверкали под стеклышками очков. Я направил луч фонаря вниз. «Точно!» Хвостатый скайдайвер оставил пушистое пятно в глине с отпечатками лап. Следов крови не видно, только немножко кала и шерсти. «Ну и где этот маленький засранец?» «Боги! Теперь придется искать его в этом лабиринте!» «Позови его!» В полголоса произнес я. «Может, прибежит?» «Фидель! Кис-кис-кис-кис-кис!» Заорал Валера. «Сдурел, блин! Тихо!» «Фиделюшка, ты где негодник? Кис-кис-кис!» Он побежал вглубь тоннеля. «Ты куда? Остановись!» Даже сигарета выпала из зубов. «Здесь следы лап!» «Чаих?» «Кошачьих! Следы коготков!» «Ну пойдем, он же где-то здесь! Ему, наверное, страшно!» «Кис-кис-кис-кис!» Знал бы ты, как страшно мне! Со вздохом я двинулся за Валерой, напряженно вглядываясь во тьму и стараясь не дышать. «Блин! Ну почему он так топает?» Эхо шагов гулкой отражается от покрытых влагой каменных сводов. Прохладный ветерок остудил разгоряченный фейс. «Блин!» «Что такое?» Вскинул Сайгу. «Здесь камни, я потерял след!» Валера вытащил Сэм и нервно отхлебнул. «Ну раз нет следов, пошли обратно. Бесполезно искать!» «Нет! Я тогда пойду один!» Расхрабрился друг. «Ладно, пройдем еще немножко!» Отобрав бутылку, я сделал мощный глоток огненной воды. «Это кот и течен кот! Знаешь, как я его люблю!» «Когда спать ложимся, только ко мне приходит, ляжет на грудь, урчит и ждет, чтобы я за ушком почесал!» «Эх, Фидель, кис-кис-кис-кис-кис!» «Не переживай, все нормально будет!» Мрачно ответил я «Наверно!» «Фидель, иди к папочке! Кис-кис-кис!» «Что с тобой сделать, чтобы ты не шумел так?» «Саня, пойми, я же переживаю! Переживаю очень сильно я!» Не стал говорить, что кота, скорее всего, сожрала непонятная зверюга, обитающая в темноте. «Да, оно точно где-то здесь, неподалеку. Наблюдает за нами, смотрит из тьмы, готовясь к броску!» Я завертел дуло сайги во все стороны. Ходы разветвляются, жадно следя за нашим поисковым отрядом. «Саня...» Валера остановился. «Что?» «Смотри, несколько коридоров. Как думаешь, куда он пошел?» «Не знаю. Не нравится мне все это.» «Придумал. Логично будет разделиться. Обследуем больше пространства. Встретимся тут». «А ну, стой!» Я поймал комрада за капюшон. «Только в дешевых ужастиках дебилы-герои разделяются и гибнут поодиночке. Мы, тактическая группа, и должны держаться вместе». «Отпусти! Ну ты реально параноик!» «Поэтому и жив до сих пор!» «Сейчас уже должны выйти к тому месту, где я обнаружил мертвого фрица». Покрепче перехватил сайгу. «Но свернув за поворот, я обомлел. Скелет исчез! Что за херня? Не мог же он сам уйти?» «Валера, погоди!» «Я остановился и осмотрел место. Да, точно он был тут. Вот гильзы. Блин, что-то здесь не чисто. Я уже десять раз пожалел, что вскрыл этот чертов люк». «Саня, ну пошли!» «Валера пританцовывал в нетерпении. У меня фонарь почти не светит». «Я молча поднялся и пошел впереди. Каждый шаг давался тяжело, будто идешь по минному полю. Но вроде все тихо и спокойно. Может, пронесет? Скорей бы найти этого долбаного котяру, мать его, за ногу. И в этот момент чудовищный рев из глубин подземелья сотряс стены пещеры. Ничего не соображая, я прыгнул в какое-то ответвление. «Саня, подожди!» Друган с побелевшим лицом побежал за мной. От нового воплю у меня мурашки покатились по спине. Мы поддали газу. Внезапно наклон тоннеля сменился, и мы покатились по глинистому склону. Валера вцепился мне в руку. Можно было за что-то ухватиться, но я боялся выпустить сайгу. Скольжение прервали валуны, больно ударившие по ребрам. Мой фонарь стукнулся об камень. Серебряным звоном лампочка лопнула и погасла. Капец! «Ты жив, камрад!» – прошептал я. Валера застонал. Фонарик на его башке светил на последнем издыхании. «Только сейчас я понял, что не взял запасные батарейки. Что, блин, делать? Главное, пещерную тварь больше не слышно. Но, может, она подкрадывается сейчас в темноте?» Я поднялся и помог Валере. «Теперь ты понял?» «Бедный Фидель!» – простонал друг. «Надо убираться отсюда!» «Согласен, идем!» «И тут я понял, что наверх не выбраться по скользкому склону. Нужно идти вперед. Искать другой выход. Ну, блин! Держись рядом, а то нихрена не видать!» Велел я с удовлетворением, отметив, что он взял все-таки свой вепрь на изготовку. Прошли метров сто, когда и Валерин Фонарь приказал долго жить. Но я был готов к такому повороту событий. «Неси-ка, дружище!» – хлопнул по невидимому плечу. «Доставай самогон!» «Да, конечно! Давай нажремся и сдохнем здесь глупой смертью!» «Остань свой пустой сарказм. Сделаем спиртовую лампу. Надо только какую-нибудь тряпку. Кусок твоей кофты отлично подойдет!» Вскоре мерцающий свет озарил наши перепачканные лица. Ништяк! Я аккуратно несу бутыль, следя, чтобы набегающий поток не задул слабый огонек. Валера прикрывает меня, крутя винтовку во все стороны. «Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс!» Он еще не оставил надежду найти кота. «О, ты чувствуешь?» Я остановился, глядя на резко дергающееся пламя. «Свежачком потянуло!» «Да!» Уже почти не таясь дали ходу. «Кажется, за тем поворотом свет!» «Сколько же мы тут бродим, если на улице светло?» Я первым повернул и замер. «Фидель! Живой!» «Но за шкирку его держит!» «Блин, Вован!» В другой руке десантника сверкнул нож. Очень скоро остатки человечества будут выглядеть именно так, если не восстановят цивилизацию, в чем я сильно сомневаюсь. Мусор, обглоданные кости, вонючий шкур и закопченый потолок. На протянутых веревках висят трусы-семейники и тельняшка. Стены украшают рисунки. Парашютисты, выпрыгивающие из самолетов, корявые человечки с автоматами. В центре композиции огромные буквы «ВДВ». «Они же никто, кроме нас!» Я дунул, гася пламя самодельной лампы. Ноздри Вован и хищно раздулись, улавливая спиртовой запах. Следом за мной зашел Валера и тут же вскинул винтовку. «Отпусти кота, животное! Ну!» «Охренеть, Санек! Сколько лет, сколько зимно!» Проревел ВДВшник. «А те очкастые не учили, блять, не направлять волыну на человека! «Привет, Вован!» Я отвел в сторону ствол вепря. «Ты же не собираешься есть кота?» «Че, сука, кашкоят, че ли? Хе-хе-хе-хе!» Владимир отпустил катана. «А вы хуль тут забыли?» «Я то же самое хотел спросить». «Так хуль присаживайтесь, погутарим, ёпта!» «Только нож убери, а то нервирует как-то!» «Говно вопрос, братка!» Десантник сгробастал меня, аж кости затрещали. Валера тут же схватил Фиделя и принялся тискать, целовать в разные места. Фу, блин! Никогда не понимал подобной зоофилии. А вдруг у него глисты? Мы присели на укрытые шкурами валуны возле костра, на котором закипала вода в ведре. Я заметил в углу копье, сделанное, кажется, из штык-ножа и парочку автоматов, но ими, похоже, давно не пользовались. «Рад, что ты жив!» Искренне признался я. «Да херня, чё б не сделается!» Осклабился десантник. «Один живёшь?» Уточнил я. «К чему один?» «Вон, а друг мой!» Я убернулся и увидал ухмыляющийся скелет фрица. На начищенном черепе красовался в ованский голубой берет. «Знакомься?» «Мой друг Валера, тоже выживальщик». «Да ровно!» Валера осторожно пожал могучую ладонь, не выпуская котофея. «Кошара твоя, как здесь меня напугала, братан! Пошёл, короче, стравить задний клапан! Сижу, ёптать, гляжу, глаза из темноты светятся! И па, я пересрал, как заору нахуй! Не уходит нечисть, блядь! Ну я снова, значит, рявкнул уже от души! А убежать какой там? Уже не свалить личины как раз пошла! А до этого три дня просраться не мог толком! Ну и хули выходит, значит, ко мне вот эта хрена-та рыжая! Думаю, ништяк, бляха! Вот и обед притопал! Да шучу и она!» Заржал Вован, глядя, как Валера прижал к себе кота. «А зачем нож тогда держал?» С подозрением спросил айтишник. «Да еба, побриться хотел! А этот, сука, лезет и лезет! Контуженный он у тебя какой-то! Без обид, братан!» Десантник снял ведро с огня, намочил обросшую харю и принялся ножом соскребать густую щетину. «Как ты здесь оказался-то, Вован?» Спросил я. «Да как здесь, братка! Помнишь про карифана своего сослуживца? Драть его сраку! Рассказывал?» «Про Сергеича!» «Точняк, ебть! Наехал на меня, короче, с братвой свой кандон, бля! Тот уж шлепка в кивошник покрошил на дороге! А я-то вообще не при делах!» Он скосил на меня глаза, не прерывая гигиеническую процедуру. «Но я, кажись, догадываюсь, чья это работа!» «Вован, я...» «Да ладно, хуль, проехали!» Десантник ополоснул нож и продолжил занятия. «Вован, поможешь убрать Сергеича?» Спросил я. «И всю его банду?» Уточнил Валера. «Конечно, ебть ты! С тобой, Саня, хоть в огонь, хоть в воду! Ты зла за прошлое не держи! Хуль выпил тогда малость! Я, когда выпивший башню рвет, так держи! Гляди, как эти пидоры меня покромсали!» Вован откинул шкуру с груди, и я увидел несколько кривозаштопанных шрамов. «За все Серега ответит на...» «Отлично! Давай тогда сейчас все и обсудим!» Предложил я и поболтал бутылкой с остатками Сэма. «Ну и за встречу накатим!» «Не, братка, извиняй!» На гладко выбритом лице отразилась внутренняя борьба. «Я же это...» «Типа, ну завязал, на!» «Да ладно!» Я был удивлен. «Бля буду!» «И вообще тороплюсь я!» «Завтра, короче, приходите!» «Пошел я, ребзя!» Поднявшись, он сбросил шкуру и принялся натягивать недавно, видимо, отстиранную тельняху. «Куда?» «На охоту?» «Свиданка у меня!» «С девчулей одной познакомился!» «Все теперь у нас чики-пуки!» «Она у меня, кстати, заштопала!» «Вот пойду отдам должок!» «Ну, удачи в амурных делах!» «Усмехнулся я!» «Пойдем, Валера!» «Ты иди!» «Ответил Друган!» «А я здесь наружу выйду!» «Можно?» «Конечно, Куль!» «Айда, братка, провожу вас с котярой!» «До завтра, Санек!» «До завтра!» «Валера сунул кота под пуховик, Вован подхватил копье, и они вышли!» «Охренеть!» «Подумал я!» «Как же тесен мир!» «Теперь мы с отбитым десантником, получается, соседи?» «Надо, блин, точно заварить люк!» «Хотя...» «Он сильно изменился!» «Как-то спокойнее стал, что ли?» «И не бухает!» «Это вообще фантастика!» «Интересно, что за тёлка появилась, которой он так радостно полетел?» «Я зажёг фитиль и потопал домой!» «Пещера больше не пугала, когда я раскрыл все её тайны!» «Так хочется помыться и отоспаться!» «Да и Ленка поди волнуется!» «Да и пожрать не помешает!» «Что она там наготовила?» «Я в ярости вылетел из хрона на мороз и прыгнул на снегоход!» «Вместо сытного обеда встретил обиженное молчание!» «Ленка так и не соизволила встать, лежит в постели, отвернувшись!» «Что за говно?» «Нахрена спасал?» «Спрашивается!» «Устраивать разборки или сидеть дома не хотелось!» «Поэтому я отправился снимать параплан!» «А если время останется, заберу другие снегоходы с добром!» «Пока у них ноги не появились!» «Открытая местность всегда представляет опасность для одинокого путника в этом постъядерном смертоносном мире!» «Поэтому веду снегоход стремительными зигзагами, рыская по поверхности застывшей реки!» «Если за мной следит вражеский стрелок, я не дам так просто прицелиться!» «Слишком дорого нам обходится беспечность и вера в доброту окружающих!» «У меня только два настоящих друга!» «Это мой револьвер и карабин Сайга!» «Ну и еще Валера с Вованом, конечно!» «Вскоре достиг нужного места!» «Неожиданно подумал, что становлюсь слишком сентиментальным и добросердечным!» «Всего лишь забираю оружие с трупов убитых врагов, вместо того, чтобы разделать их на тушенку!» «Ведь зима будет длинна и полна!» «Полна всякой опасной херни!» «Надо поискать дома соответствующую литературу!» «У меня вроде была книжка «Как стать беспощадным!» «Слез со снегохода и подошел к островищу!» «Хоть я тогда и был без сознания!» «Но моя звериная чуйка без труда позволила найти следы, которые привели к месту крушения параплана!» «Вот он!» «Висит на ветвях, как дохлый ворон!» «Ну ничего!» «Я еще полетаю на нем!» «Надо только выточить новый деревянный пропеллер!» «Будет, чем заняться долгими вечерами после секса с Леной!» Тут сзади раздался треск. Отточенные рефлексы сработали молниеносно, кинув в сторону тренированный организм. Затаившись в сугробе, оглядел местность через коллиматорный прицел Сайги-12С. «Ничего представляющего для меня опасность не нашлось!» Сожалением поднялся и повесил на плечо ружье. Видимо, дерево треснуло от мороза. Достав из рюкзака специальную складную ножовку, зажал ее в зубы и, как бесстрашный скалолаз, полез на дерево. Меня переполнило радостное чувство. Наконец-то применю этот девайс. В магазине туристического снаряжения сказали, что это необходимая вещь для выживания. Надеюсь, тот продавец сгорел в ядерном пекле, ведь я тогда отдал за эту хрень пять косарей. Мертвый негодяй висит так же, нанизанный на сук. Дебилый кусок! Ну зачем было прыгать на меня? Я даже весь сморщился от этой неприятной картины. Что бы меня это ни отвлекало, первым делом спилил сук с трупом. Тело рухнуло вниз. Посажу потом на снегоход сзади, можно будет приколоться над Леной. Надеюсь, ее это развеселит, а то она злая какая-то в последнее время. Сдерживая смех, я начал аккуратно снимать технику с древесной кроны. Для этого пришлось отстегнуть силовую установку с подвеской от строп. Спустил ее вниз на веревке. С крылом посложнее. Тонкие стропы дьявольски запутались в ветках. Пришлось их отпиливать, рискуя в любую секунду пиздануться с двадцатиметровой высоты. И я чуть не рухнул таки, когда снизу раздался скрипучий голос. Духи снова привели тебя, Санек. Блин, чертов шаман! Напугал до усрачки! Здарова, старчи! Крикнул я, продолжая работу. Как дела в потустороннем мире? Так же, как и в этом, ответил Витик. Все охренительно! И зачем ты ломаешь это прекрасное дерево? Да вот, параплан снимаю. Приземлился неудачно тогда. Летал, что ли? Старик засмеялся. На этой тряпке! Какие же вы все-таки долбобесы, выросшие в городах! А что такого-то? Надо пользоваться достижениями прогресса. Прогресс уничтожил вашу так называемую цивилизацию, а ты его восхваляешь. Хех! Я думал, ты умнее. Собрав параплан в кучу, я осторожно слез. И че старый опять пришел? Я, конечно, благодарен за помощь и все такое, но, может, Витик хочет выведать мой схрон? Мы уселись на труп и закурили. «В пещеры предлагаешь вернуться к каменным топорам?» Спросил я. «Чтобы летать, не нужна дурацкая тряпка и вонючий мотор!» Ответил шаман, стряхнув пепел. «Не сомневаюсь, духи научат!» Шаман поглядел на меня подозрительно. «Э-э-э, да ты совсем плох, воин!» «В смысле?» Старик схватил меня за руку, закрыл глаза и через какое-то время выдал. «Кто-то пьет твою силу!» «Кто?» «Женщина есть?» «Конечно!» «Все понятно!» «Вот смотри, ты дал ей слишком многое, но женщины ненасытные существа!» «Им всего мало!» «Женщина будет медленно по кусочку захламлять твой разум, заменит твои желания на свои, починить твое время своим прихотям и страхам. Будет незаметно даже на расстоянии влиять на все твои мысли и поступки. Ничего удивительного, что ты этого не замечаешь!» «Да ладно! Не верю я тебе! Я люблю Лену, просто сегодня мы немного поругались!» «А эти часы ты напялил знак примирения?» «Заржал Витик!» «Чтоб время смотреть!» Буркнул я, натягивая рукав. «Научу тебя одной практике!» «Прокряхтел старик!» «Но так как ситуация запущена, придется провести обряд!» «Какой еще обряд!» «Чтобы стать по-настоящему неуязвимым, ты должен избавиться от зависимости, мандиной!» Витик достал серую тряпочку и принялся разворачивать. «Нет у меня никакой зависимости!» «Ответил я!» «Я мужчина! Я доминант!» «Присядь, доминант!» «Помочь тебе хочу, Санек!» «Что-то часто мне помогаешь!» «Какой твой интерес в этом?» «Может, тебе ништяки мои нужны?» «Духи так вилят!» «А до твоей гречи и просроченной тушенки мне дела нет!» «Ответил шаман, набивая деревянную трубку!» «Но чтоб тебе было спокойнее, должен мне будешь кое-что!» «Что должен?» «Спросил я, побледнев!» Старик внимательно посмотрел на меня своим пронзительным взглядом и сказал «Две пачки сигарет!» Я облегченно выдохнул «И литр спирта!» Добавил Витик «Да не вопрос, старче!» «Тогда начнем обряд!» «Суть его заключается в том, чтобы...» «А впрочем, сам поймешь, не маленький!» Махнул рукой Витик «Есть зажигалка!» «Конечно!» «Я протянул свою турбозажигалку экспедиция!» «Нет, давай сам!» Старик отдал мне расписанную древними узорами трубочку «А что это за хрень?» «До войны коллега один прислал из Мексики!» Улыбнулся дед «Шалфей прорицателей!» «Но я добавил кое-что!» «Сушеные грибы северных духов!» «Не бойся!» «Я проверял на себе много раз, чтобы подобрать нужную пропорцию!» «Главное, старайся сосредоточиться на моменте, когда Лена перехватила управление твоим мозгом!» «Нужно вернуть контроль своей руки, чтобы закрыть дыру, через которую вытекает сила воина!» «Ничего не понял!» «Не страшно!» «Просто у тебя мало практики!» «Поджигай!» Я, в принципе, всегда открыт для нового опыта, но эти шаманские практики, признаться, немного пугают. Я вздохнул, мысленно перекрестился и включил зажигалку. Огненная струя воспламенила содержимое трубочки. Успел втянуть дым только один раз. Последнее, что увидел, это хитрые глаза шамана, который кивал одобрительно. Следующую секунду меня выдернуло из привычного тела, как из катапульты. Я поднимаюсь все выше и выше к бледному небу. Вот как летает дед! А потом стало размазывать тонким слоем, как масло на хлеб. Это пиздец, как страшно! Я бы заорал, если б мог! Белая пелена облаков, по которым меня раскатывает, стала огромным листом бумаги, страницей. Я понял, что весь мир книга, и я сам часть этой книги. Как раньше этого не замечал? Так, Лена... Я должен сосредоточиться на Лене. Вернуть контроль! Вспомнилось напутствие шамана. Несколько страниц перевернулись в обратную сторону. Буквы. Нужно прочитать текст. Но только начал вчитываться, буквы увеличились. Я полетел со страшной скоростью. Надо зацепиться за букву, иначе унесет. Последний момент получилось ухватиться за ножку гигантской П. Картина резко поменялась. Теперь я дома. С хрони. Ты такой бесчувственный! Тебе наплевать на меня! Беснуется Лена. Ай да старый шаман! Ай да сукин сын! Волшебное зелье каким-то образом переместило меня во вчерашнее утро. Я ошалело осмотрелся. Достав револьвер, ощутил холодную сталь и вескую тяжесть оружия. Это не сон. Все по-настоящему. Почему ты мне не отвечаешь, а? Звизгнула Лена. С тобой что, придурок? Успел нажраться с утра? Витик говорил, что надо заткнуть какую-то дыру. Но как? Рот закрой! Сказал я, и мне сразу стало получше. Что ты сказал? Ты как со мной разговариваешь? Выпучив глаза, ахнула она. Что слышала? Так, ну-ка быстро раздевайся! Скомандовала она. Ни в какую кандалакшу не поедем. Ты что ли мне запретишь? Я снял пуховик, шапку и начал расстегивать ремень своих боевых штанов. Какая же ты бесчувственная сволочь! Лена, схватив тарелку, швырнула. Но я ловко увернулся. Скотина, давай, вали! Я вздрогнул от этих горьких слов. Как же остановить этот фонтан? Прямо ощущаю, как из меня вытекает мощная энергия. Кажется, ты забыла, кто тебя любит и кормит. Вздохнул я. Козел! Вали отсюда, кому говорят! И не приходи больше! Выдернув ремень из штанов, я сгробастал ненаглядную вахапку и принялся шпарить по нежным ягодицам. Лена пытается вырваться из моего цепкого захвата, но я крепок, как бык. Завершив процедуру, сказал. Если тебе что-то не нравится, дверь всегда открыта. Прости, я тебя люблю! На этот раз прощаю. Все растаяло в хаосе рождающихся и умирающих вселенных. Наш БП кажется теперь игрушечным перед величием клокочущего гиперпиздеца. Я растворился в этом безумии. Уже не осталось никакого я. Сознание распалось на кванты, размазанные на миллионы световых лет. Рывком выбросило в реальность. Зима, лес. Рядом загадочно ухмыляется Витик. Охренеть! Что это было? Дрожащими пальцами я вытащил сигарету из пачки. Ааа, ты очнулся. А я уж думал, ты заблудился в мире духов. Молодец. Вижу, практически излечился от зависимости пагубной. И че теперь? Ступай домой. Ха! Кстати, чуть не забыл. Вот, топорик возвращаю. Все в целости и сохранности. Спасибо огромное. Реально выручил. Оставь себе. Отмахнулся шаман. В твоих руках он послужит доброму делу. Попрощавшись с карельским доном Хуаном, погрузил на снегоход парапланный движок. Помчался через сайгу и встречный ветер уносил остатки видений. Понемногу успокоился. Как же хорошо вырваться на свободу, кататься на мощном снегоходе и делать свои мужские суровые дела. И что это Лена постоянно на меня обижается? Наверное, мало внимания уделяю. А может, у нее ПМС? За год совместной жизни я так и не запомнил даты этих дней. Были проблемы и поважнее, блин. Надо будет сделать какой-нибудь сногсшибательный подарок, чтобы искупить свою вину. Вот только что. Шишек в лесу насобирать. Ладно, что-нибудь придумаем. Внезапно впереди метров ста показалась человеческая фигура. Притормозил, выхватил револьвер. Чел, увидав меня, помахал рукой. Я осторожно начал подъезжать, готовый в любой момент к смертоносной перестрелке. Облегченный вздох вырвался из моей широкой груди, и я спрятал оружие. «Здорово, Валерыч!» – поприветствовал я, слезая снегохода. «Привет, Саня!» – пожал руку мой друган. «Ты что так беспечно тут ходишь?» – спросил я. «А если б это был не я, а мародер-каннибал?» «Блин, извини!» – икнул Валера. «Подал вот немного, потерял бдительность. Будешь?» «Не откажусь, а то моя опять нервы с утра вымотала!» – сказал я. «Как показывает практика, от нервов очень помогает хорошенько напиться!» – изрек Валера. «От всего помогает хорошенько напиться!» «Я взял обтянутую мехом песца флягу и смачно отклебнул душистого самогона. «Все квасишь, значит? Как будешь с мародерами Сергея Чебица?» – спросил я, переведя дух. «Ну, как видишь!» – Валера вздохнул, поправляя свои круглые очки и развел руками. «А ты тоже?» «Да, блин, тут такая фигня! Короче, понимаешь!» «А меня жена не пускает!» – выпалил Валера и приложился к фляге. «С тещи меня в ноги бросились! Орут, мол, на кого ты нас ставишь? О детях подумай!» «Заколебали!» – вырвался вот на охоту типа. «Аналогичная ситуация!» – признался я. «Егорыча тоже вроде его бабка не выпустила!» «Не может такого быть!» – махнул я рукой, вспоминая бравого ветерана. «Саня!» «Я тут подумал, в первую очередь надо заботиться о своих близких. Разве в наших силах что-то изменить в глобальном плане? Кто мы такие? Обычные люди?» «Ага, только более продуманные!» – вставил я. «Предусмотрительные!» – поправил Валера. «Точно!» «А все благодаря чему?» Он поднял палец в розовой вязаной перчатке. «Благодаря нужной литературе о выживании!» «Я вот, например, решил построить бункер, когда прочитал серию «Метро 2033». «Не, «Метро» мне не понравилось», – признался я. «Черный день Доронина больше впечатлил. Круза всего перечитал, мародера еще». «Черный день и читал. Прикольная книжка?» «Написано здорово, читать капец как страшно. Офигенно просто ядерная война описана. Вообще жесть!» «Можешь почитать?» «Не вопрос, заходи. Я сделал еще добрый глоток Валериного пойла. «Хотя это только на словах мы с тобой, сынники и мерзавцы, и воины судного дня», – задумчиво произнес Валера. «А на деле обычные куркули и жалкие подкаблучники». «Не стал спорить, хотя был не согласен. Я не подкаблучник. Я воин апокалипсиса». «Ты можешь быть бесконечно крут», – продолжил он свой пьяный гон. «Ну какой в этом толк, если приходится кипятить кастрюльку, чтобы помыться?» «Ладно, рад был с тобой еще потрещать. Доехать надо». «Ну, давай, удачи!» Валера с грустной улыбкой махал мне рукой. «Счастливо! Завтра у Вавана, помнишь?» – крикнул я, отъезжая. «Постараюсь». Вскоре снегоход выбрался к схрону. Мои зоркие глаза высматривали опасность, но все было тихо. Я разгреб куски снега и залез внутрь. Приготовился к разборкам с Леной, однако в нос ударили умопомрачительные запахи домашней еды. Желудок радостно заурчал. Я принялся снимать снарягу. Девушка выскочила встречать и тут же повисла на шее. Глаза, как у кота из Шрека. Обнял ее в полном непонимании. Неужели подействовало шаманство старика? Проснулся и, не открывая глаз, пошарил рукой по кровати. Хотелось прижать Леночку и продолжить вчерашний экстаз, но ощутил только пугающую пустоту. Странно. Обычно она встает на несколько часов позже. Что, блин, стряслось опять? Я открыл глаза и вытащил из-под подушки револьвер. Наверное, я выгляжу глупо, пробираясь на цыпочках без трусов с пушкой в руке. Но лучше быть смешным параноиком, чем беспечным и мертвым раздолбаем. Что-то не так, я это явно чувствую, иначе бы не поднялся с постели в столь ранний час. Приглушенные звуки доносились к кухне. Я приоткрыл дверь и замер, словно ударенный электрошокером. Такое меньше всего ожидал увидеть блин. Ленка встала ни свет ни заря и успела нажарить целую стопку блинов. Сейчас она крутила фарш из лосятины, видать будет еще и начинка. Довольно облизнувшись, я спрятал револьвер за спину и стал подкрадываться сзади. К слову, из одежды на ней только фартук. Но это сейчас волновало меньше всего. Резко вытянув руку, я сгробастал жирный поджаристый блин, закинул в пасть и практически не жуя проглотил. Офигенно! А, подожди! Звизгнула Лена. Я еще не все приготовила. Ништяк! Я схватил еще один. Ты сейчас все сожрешь? Да, я хотела их нафаршировать и сделать сюрприз, но ты уже проснулся. Ты молодец! Я шлепнул ее по жопке и закинул еще один блинчик. Давай, занимайся, не буду мешать. Потренируюсь пока. Жаль, сметанки нет. Вздохнула девушка. Получилась бы такая вкуснотень. Достанем, не переживай. Я подмигнул, вспомнив о предстоящем налете на райцентр. Точнее, на бандитов, засевших там. Наверняка, благодарные селяне поделятся свежими кисломолочными продуктами. Если, конечно, всю скотину не пустили под нож. Зато кетчуп есть и майонеза немножко. В прекрасном настроении я отправился в тренажерку. Мускулатура должна быть в тонусе. БП не БП, но нельзя запускать организм. Размявшись, приступил к силовым, работая поочередно со всеми группами мышц. Естественно, у меня нет дорогих тренажеров. Штанги и гири на 32 кило вполне хватало для комплексных упражнений. Закончив железом, взялся за грушу. Накаченные мышцы – просто мясо без техники рукопашного боя. Включив режим боевой ярости, отработал связки из серии ударов и сокрушительных вертух. Ништяк. Мне бы сейчас позавидовал даже Ван Дам. Хотя добрая пуля всегда надежнее честного кулака, но в жизни всякое бывает. А выживальщик должен иметь как можно больше навыков, особенно боевых. Напоследок вспомнил про томогавк – подарок шамана. Поупражнялся и с ним, вонзая узорчатое лезвие из разных положений в обитые вагонках стены. Кстати, надо будет притащить из леса пару чурбаков. Не хочется порчить отделку. Выходил из души, когда Лена позвала к столу. Аккуратно напичканные мясом блинчики приветливо дожидались на столе. И аромат кофе. «Да, сегодня Лена превзошла саму себя», – усмехнулся я. Счастливыми глазами она смотрела, как я поглощаю блины один за другим, не забывая макать в майонез и кетчуп. Калорий понадобится много. Куча дел сегодня. «Встретиться с Валерой, если его отпустят, и с Вованом. Хорошо бы к Егорычу наведаться. Уверен, ветеран Вов подскажет кучу дельного по поводу предстоящей операции. А пока можно сгонять на реку. Два огромных воза припасов и два снегохода сиротливо дожидаются в чаще, не давая покоя. Да, так и сделаю». Я быстренько собрался. Чтобы Лена не скучала в одиночестве, выдал поврежденный параплан, ремнобор и показал, как заклеивать дыры. Как гопники в подворотне, сумрачная мгла и снег встретили за порогом схрона. Прикурив сигарету с наслаждением, сделал первую утреннюю затяжку. «Хоть и вредно для здоровья, но помогает мне не думать о разрушенном мире и ядерной зиме. Все равно их запас не бесконечен, рано или поздно придется бросить». С истошными криками стая ворон взметнулась, заслышав рев снегохода. Я остановился и снял с плеча сайгу, помня коварный нрав крылатых падальщиков. Они расселись на деревьях, ждут твари, пока я свалю, чтобы продолжить пиршество. За пару дней от седого и его дружков мало что осталось, волки постарались. Я поежился, разглядывая следы хищников. Надо будет договориться с Егорычем и другими выжившими, устроить охоту на серых, пока они не стали серьезной проблемой. Я могу летать на параплане и выслеживать. Перешагнув изгрызенные останки, углубился в лес. «Ништяк! Все на месте!» Я убрал заснеженный лапник, который маскировал технику. Придется сделать четыре ходки. Или, может, не забирать эти снегоходы. «Ладно, там видно будет. Все равно за день не успеть». Достав шланг, принялся сливать бензин. Перестегнув массивный прицеп, я подал газку и поехал к схрону. В спину летело радостное карканье. Вот что бывает, когда связываешься с Саньком. Возле дома уже поджидал Валера. Вроде трезвый, хоть и с приличным факелом перегара. «Здоровченько!» Сказал я. «Че не заходишь?» «Привет, Сань! Да я только пришел! В наше время можно схлопотать пулю, если вваливаться без приглашения». «Это точно!» «Поехали к Вовану?» «Да, появилась информация. Надо обсудить». Валера помог отцепить прицеп и прикопать его снегом. И мы поехали. «Ммм... Интересно, блин, откуда у него все время новая инфа? Я понял, что совсем мало знаю про Валеру. Только то, что он сам поведал. Но можно ли верить его словам? «Да, паранойя, подружка. Это хорошо. Это правильно. Нельзя расслабляться. Что меня еще тревожит?» «Мммм...» «Какого хрена у него завелась подружка?» «Где он ее подцепил?» «Можно подумать, будто живем в мегаполисе, а не в замороженной постъядерной тайге Карелии». «Тут сердце пронзило жуткое подозрение. Я почувствовал, как поднимается уровень кальция в крови. Да не, бред какой-то. Лена не такая. Хорошее настроение рассеялось, как облако после атомного взрыва. Я ехал молча, следуя указаниям Валеры. Он знает точное расположение пещеры, в отличие от меня, блин. Совсем чего-то расслабился. Неприятное чувство потери контроля над событиями принялось грызть нервы. «Бросишь тут курить? Как же?» Я заметил приближение логова десантника. Выломанные сухие елки, огромные, как у медведя, следы и желтый снег местами. «Видимо, пометил территорию», — хмыкнул я. Когда лес стал непроходимым для снегохода, слезли и двинулись по вытоптанной тропке, которая привела к расщелине, спрятанной в замшелых скалах. «Блин, крутое убежище! Как я сам не наткнулся на эту пещеру!» «Такой бы схрон здесь обустроил! Эх!» Валера подошел к лазу, откуда вился легкий дымок и пахло шашлыками. Крикнул. «Тук-тук, это мы! Есть кто дома?» «Заходь, ёпта! Хуль как не родные!» Донеслось в ответ. «С чего это мы с ним родные? Или это намек?» Стиснув зубы, сняв очки и маску, следом за Валерой полез, стараясь не порвать маск-халат. Вскоре ход раздался вширь. Глаза не сразу привыкли к полумраку, но я увидел, что Вован что-то жарит на вертеле. «Хорошие гости к обеду! Зацените, ёпт, какого зайца хуйнул! Ща заточим!» «Спасибо, Вован!» Валера по-свойски уселся на топчан, протянув озябшие пальцы к углям. «Может, перейдем к делам?» Сухо бросил я. «Да крена деловой, братка!» Оскалил зубы десантник. «У всех, блядь, тела! Меня вон, типа, моя ждет не дождется! Ну, я ж не базарю, типа, пошли нахуй! Садись, хуй!» «А что за цыпа? Я остался стоять!» «Ну, это тебя не касается!» Вован перевернул вертел и поплевал на угли. «Че ты лезешь в личное? Я ж в твое не лезу!» «Сань, ты чего?» Спросил Валера. «Да просто спросил!» Я резко плюкнулся на камень. «Извини, Вова, последний вопрос можно?» «Ну, ёпта!» «Как ее зовут?» Он раздраженно засопел, поглядел из-под лобья. Внутри меня бушует буря. Рука медленно поползла к револьверу. Десантник как бы мельком посмотрел на копье. Оно в другом углу пещеры. Не успеет по любасу. Валера, непонимающий, переводит взгляд то на меня, то на ВДВ. Наконец, тот поднял голову, криво усмехнулся и ответил. С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше безумное путешествие Мир Схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Если же вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах. Субтитры сделал DimaTorzok